Друзья, всем привет! YouTube канал Как в Америке, меня зовут Виктор и наша ежегодная рубрика Расходы. Все мы очень любим считать денежки, особенно чужие. Хорошо, когда есть что считать. Немножко приятнее считать, конечно, доходы, заработки, то, что остается после заработков. Но есть такие статьи расходов, какие-то поменьше, какие-то побольше. И вот сегодня посмотрел свой видеоролик прошлогодний о расходах. Получилось в прошлом году как-то было веселее. В этом году уже вот так вот расходы растут очень сильно. И немножечко расскажу вам. Я когда приехал, мне говорили то, что по приезду, погоди, ты пока не считай, не радуйся. С каждым годом будет все по-другому. Мы первый год снимали половину дома. У нас был свой отдельный вход. Все классно, супер. 900 долларов, все включено, жилье. Но там был такой большой частный сектор. И мы хотели немножко ближе к цивилизации. Сейчас у нас уже комплекс апартментов. Тут бассейн, тренажерный зал, джакузи. В общем-то найдете. У меня на канале есть обзор комплекса. Хороший такой комплекс. И оплата такая хорошая, немалая. Коммунальные все здесь проплачиваем. На сегодняшний день у нас аренда жилья. 1170. Это аренда. Плюс коммунальные. За электричество мы платим в среднем 30 долларов. Вода 70 долларов. Газ 70 долларов. Интернет 57 долларов. В некоторых апартментах отопление и нагрев воды происходят за счет электричества. И вот у меня знакомые платят за электричество. То есть газа нету. Они за электричество платят 100 баксов в зимний период. А у нас получается, что вот еще плюс газ. У нас еще есть вот такой похожий каминчик. Тоже его можно включать иногда. Дальше. Мобильные два телефона у меня и у Тани. Это безлимитные звонки по всем штатам. У меня сейчас я увеличил чуть-чуть. Уже интернет безлимитный. У Тани там каких-то может 3 гигабайта. Она дома часто на Wi-Fi. В общем-то мобильные два телефона 77 долларов в месяц. Дальше. Страховки. Страхование на ребенка. Страховка медицинская бесплатна. За нас, за двоих я плачу в месяц 90 долларов. У нас страховая компания Kaiser. Дальше. Страховка машины. У меня была страховая компания Allstate. Сейчас у меня страховая компания American Family Insurance. И я плачу немножечко за страховку меньше. И как бы там полное покрытие больше суммы. Немножко лучшее покрытие по страховке. В общем-то 150 за тачку в месяц за страховку. Еще мне добавилось в этом году страхование бизнеса. То есть я уже открыл бизнес-лайсенс по укладке плитки. И бизнес как бы тоже требует страхования. На случай чего, если я буду делать где-то, например, душевую кабину, плохо сделаю гидроизоляцию, вода начнет литься на первый этаж. У меня есть страхование. Каждый месяц по 150 долларов. Ну там что-то сумма в районе 750 на год. Первый месяц платишь 200 долларов. Потом все остальные месяца по 50. Последние два месяца не платят. У них какие-то такие условия. В общем, в среднем 50 долларов в месяц страхования бизнеса. Дальше. Кредит за Тойоту. Немножко мы поменяли срок кредитования. Мы немножко уменьшили срок кредитования. И у меня увеличился платеж. 285 долларов в месяц за Тойоту. Продукты в районе 500 долларов. На бензин у меня уходит где-то 250 долларов в месяц. Я думаю, не меньше. Итого мы имеем 2799 долларов. Вот я насчитал. Как-то так получилось. Плюс еще, я думаю, долларов 200, наверное, на расходняк съездить где-то с ребенком в торговый центр, в какой-то кафе. В общем-то, уже набежало у меня 3000. То есть, 3000 долларов – это только расходы. Если 3000 долларов не заработал в месяц, приходится как бы банковский счет свой уже немножечко на минус. Заработал 3000 в месяц, значит, все, в ноль. Отпахал, грубо говоря, в ноль. Если уже там чуть-чуть больше заработал, денежки остаются больше. То есть, вот так вот, друзья. Это вот мы почти-почти два года в Америке. И расходы уже такие вот немаленькие. То есть, что у нас здесь в основном? В основном вот тянет аренда жилья и кредит за машину. То есть, первые годы можно где-то что-то найти скромнее. И, соответственно, машину я очень сильно поспешил покупать. Можно было прекрасно чувствовать себя ездить на Passat на 6. Но я хотел такси. Я сейчас часто вечерами выезжаю на такси. Сейчас в последнее время по плитке работа то есть, то нету. Выбираю некоторые заказы покрупнее. И в целом сильно по плитке не рвусь. Как бы в свое удовольствие. Вечерами выезжаю на такси, на доставку еды. В принципе, этих денег хватает. Я, имея экономическое образование, немножечко считать умею. И, в принципе, такие вот дела, друзья. Да, по поводу машины я бы советовал первые годы, конечно, сильно в кредиты по тачке не влазить. Здесь можно за 2-3 тысячи купить машину, которая будет прекрасно ходить с кондиционером без проблем. Без проблем. Я поспешил, потому что мне нужна была машина в такси. Ну и, в принципе, по жилью, да, у нас такие вот расходы. Друзья, всем спасибо за просмотр. Желаю вам всего хорошего. Скоро, кстати, розыгрыш, скоро май. Поэтому, друзья, я знаю, реально слышал такие случаи, что люди в мае выигрывали грин-карты. И просто бросали это дело. Кто-то думал, у меня нет английского, у меня нет денег. В любом случае, можно где-то что-то одолжить, взять какой-то кредит, потом потихонечку выплатить. Друзья, я бы всем советовал, кто уже участвует, кто, конечно, как-то планировал. Потому что люди, которые участвуют в грин-карту, хотят этого. Конечно, нужно идти к своей цели. И напишите в комментарии. Потому что я реально знаю такие случаи, что люди выигрывали и не уезжали, даже не пытались оформлять документы. Друзья, напишите в комментарии, если бы у вас был шанс уехать в Америку. Хоть какой-то, хоть по турвизе, хоть как-то. Напишите, вы бы воспользовались этим шансом, либо нет. Большие комментарии не обязательно писать. Просто напишите, рванул бы, либо не рванул бы, свалил бы, не свалил бы. То есть уехал бы, не уехал бы. Напишите пару слов, и мы обсудим вот эту вот тему в комментариях. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С Богом!